Кубок мира Увидим их два с учетом грядущей предолимпийской недели в корейском Пхёчхане. Ну а здесь в Тоблохе или в Тубьяках, как я уже говорил, в командном спринте у нас элита стартует впервые по ходу нынешнего сезона. Вместе с вами за тем, что происходит, здесь с удовольствием наблюдают Денис Панкратов и Тарас Тимошенко. День добрый. Вспоминаем вчерашнюю трассу. Накануне здесь на этом же абсолютно круге проходили соревнования в спринте среди мужчин и женщин в личном зачете. Вот теперь командный спринт. Напомним, что это 6 забегов по означенной траектории, 3 смены для каждого участника. В общем, довольно любопытное и интересное соревнование. Отметим, что в этом сезоне у нас изменились правила проведения командного спринта. И теперь в финале участвуют 15 спорных, а не 10, как это было ранее. Соответственно, из полуфиналов напрямую, из каждого полуфинала отбирается по 4 дуэта. И еще 7 попадают по времени, показанному в ходе выступления на предварительной стадии. Соответственно, таким вот образом мы и набираем 15 команд, серич, дуэтов для участия в финале. Шесть кругов по 1 километру и 300 метров. Таким образом, по 3 круга для каждой из участниц, которых мы здесь в финале увидим. В первую очередь, конечно же, у нас на повестке дня женский спринт. Давайте обратимся к результатам полуфиналов. Кто у нас здесь был лучше всех. В одном из полуфиналов первая шведская пара оказалась лучшей. Ну и, соответственно, во втором полуфинале первый дуэт из Норвегии совсем чуть-чуть опередил нашу пару. Матвеева-Белорукова. 18-17,3. Время норвежек. У Матвеева и Белорукова 18-7,6. То есть 30-х отставания. Таким образом, наш первый российский дуэт уверенно отобрался в финал напрямую. Напомню, что для этого требуется попасть в первую четверку. Ну, а, соответственно, Непряева-Свиденины у нас сегодня стартовали в другом полуфинале. Показали там время 18.55 и 1. Уступив более 20 секунд победительницам этого самого полуфинала. Это был седьмой результат. И, соответственно, по сумме своих усилий, по времени, Денина и Непряева финал у нас не отобрались. Сегодня рассчитываем на Белорукову с Матвеевой. Я думаю, что рассчитываем в полной мере. С учетом того, что они очень прилично в полуфинале выглядели, будем надеяться, что продолжение следует. Во всяком случае, хочется рассчитывать на то, что Матвеева с Белоруковой сегодня поборются за медали. Конечно, разница между квалификацией и финалом существенная. Тем более, что основная задача в полуфиналах просто пройти в следующий круг. Этим объясняется, наверное, и плотность показанных результатов. Допустим, в каждом из полуфинальных забегов по три по четыре команды въезжали в одну единственную секунду от лидера. И это говорит вроде бы о высокой конкуренции. На самом деле, сейчас финал будет проходить немножко по-другому, потому что, всем прекрасно помним, как это обычно происходит. Первые четыре, наверное, этапа будут проходить довольно в свободном стиле. Основная задача не выпасть из группы лидеров. И вот на пятом и шестом уже будут происходить наиболее интересные события. Для наших девушек все то же самое. Для Белоруковой необходимо удержаться с лидерами на протяжении всех своих трех забегов. Это довольно сложная задача, особенно в третьем своем варианте. То есть, вот третий забег. Ей придется бежать вместе с Астрид Якобсен. Ей придется бежать Сиди Мангерс Доттер, Денис Херман, Надин Фаендрих, Суфи Калдуэлл. То есть, очень приличное соседство будет у Юлии. Тем не менее, мы очень надеемся, что она справится. Ну, а для Наташи Матвеевой после вчерашнего триумфа, наверное, в первую голову пожелаем ей не устать на первых двух этапах. Потому что ее силы, ее возможности были вчера нами изучены, наверное, досконально. Ну, и сегодня, безусловно, верим в то, что российская команда действительно конкурентоспособна. Кого в первую очередь стоит опасаться? Разумеется, Астрид Якобсен и Майкин Касперсен Фауэлло. Это, собственно, и есть норвежский дуэт под номером один, который как раз и стал первым в том самом полуфинале, где Матвеева с Белоруковой выступали. Разумеется, рядом ставим шведскую пару Ида Ингимарсдоттер, Ханна Фальк. Двух вчерашних участников финала. Да, Фальк второй раз в этом сезоне сумела попасть на пьедестал. Опять же, не будем забывать о том, что многих потенциально главных действующих лиц мы в индивидуальных соревнованиях не увидели. Как и здесь, соответственно, потому что состав участников напрямую вытекает из того, что вы видели вчера. Кто приехал, тот и стартует в Тоблыхе. Это ясно. Что касается мужчин, то сразу оговоримся, что у нас не заявлен на командный спринт Сергей Устюгов. Это не является каким-то неприятным следствием той неудачи, которая случилась с ним накануне. Напомню, что он в квалификации упал и показал из-за этого последний результат со вставанием более чем в 40 секунд. Так было запланировано изначально. С результатом в личном спринте это не связано никак. Если говорить о состоянии Сергея, то с ним все в порядке. На трассе было действительно падение. Это подтвердила Елена Валенберг, президент нашей федерации, которая в свою очередь сказала, что ни к каким повреждениям это не привело. Сергей полностью здоров, готов продолжать соревнования в этом сезоне. Сергей будет продолжать подготовку к чемпионату мира через соревнования. Ну а падение, как сказала Елена Валерьевна, является неизбежной частью лыжного спорта. Рано или поздно это со всеми происходит. Вот случилась такая неприятность с лидером нашей сборной. Что ж, бывает. Продолжаем жить дальше. Продолжаем ознакомиться с нашими основными соперниками. Помимо норвежских и швейских команд, естественно, для нас серьезными соперниками выглядит также сборная Германии. Вы ее видите под 11 номером. Это Денис Херман и Сандра Рингвальд. Сандра накануне бежала в финале. Денис Херман отводился четверть в финале. Но, думаю, никого абсолютно не удивит наш пассаж о том, что команда Германии по цифре 1 действительно одна из сильнейших. Потому что Денис Херман в свое время выдавала фантастическую серию спринтерских успехов. Сандра Рингвальд в этом сезоне просто великолепна. А накануне еще и показала самое лучшее время на этом круге 3.303. Также, наверное, не забываем о команде США. Софи Калбал плюс Кикен Рендал. Мы так и не узнали их истинную силу. Потому что на уровне четвертьфиналов они обе, сцепившись амуницией, рухнули на снег. И, собственно, не прошли в полуфинал. Поэтому сегодня наблюдаем за командой Соединенных Штатов Америки. Которая, безусловно, может быть очень и очень солидной. Естественно, команда Норвегии по цифре 2. Марта Христоферсон и Тирил Венг. Вчера также мы не сумели оценить их истинную силу. Потому что Тирил Венг рухнула на своей дистанции, будучи очень высоким посевом. Но вот сегодня ей как раз есть возможность проявить себя. Не забываем о командах Италии, о командах Финляндии. Все эти девушки присутствуют на дистанции и, безусловно, могут нас очень сильно удивить. Также сильно выглядит команда Словении. Наверное, тоже здесь удивления не будет, то, что мы произносим эту сборную. Катя Виснер и Анна Мария Олимпич, безусловно, могут в любой момент включиться в борьбу за медали. Таким образом, претендентов на медали сегодня огромное количество, огромное желание у всех поучаствовать. Как вы видите, большое количество команд создает несколько другую атмосферу проведения командного спринта. Ну и осложняет, наверное, задачу. Пока никто из лидеров, наверное, не понес никаких потерь. Наташа Матвеева держится в середине группы, в районе 7-8 места. Юлия Белорукова со своим первым забегом, наверное, все-таки справилась. Не выпала из группы, хотя никому это пока не посчастливилось сделать. Ну а впереди все по-прежнему. Команда Швеции, команда Германии, команда Норвегии. Здесь же итальянки и под цифрой 2 сегодня также выступает сборная Швейцарии. Это Надин Файнерих и сейчас едет Лаурен Вандерград. Вторые номера сборных у нас сейчас, соответственно, находятся по трассе. Не по значимости, а по порядку старта, по порядку выхода на дистанцию. Они бегут в четные круги и, соответственно, это понятно, именно они и будут финишировать в сегодняшней командной эстафете. С разной степенью успешности. Хотелось бы, чтобы этот финиш был успешным для нас. Наталья Матвеева находится прямо сейчас на трассе. Для сборной России в спринте ее победа, именно в спринтерских дисциплинах, для нашей женской команды стала первой, ну, аккурат, за 10 лет. Потому что в сезоне 2007-2008 Наталья, она же, собственно, на ее счету последняя победа женской сборной спринте, и, значится, была у нас первой в городском спринте в Дюссельдорфе. Соревнования, там, городской спринт, одно время в программе Кубка мира проводились регулярно. Матвеева чрезвычайно любила там бегать, не раз попадала на пьедестал, в том числе один раз побеждала. Я даже интересы ради, знаете, взял и посчитал все победы женской сборной России за последние 10 лет, вот за период в диапазоне 2007-2017. На дистанции это успехи Юлии Чекалевой в Рыбинске, в 2015 году ранее победа Ирины Хазовой, вот, соответственно, победа Матвеевой в сезоне 2006-2007, под занавес его перед стартом чемпионата мира Евгения Шиповалова побеждала в спринте в Китае. Ну и на чемпионате мира 2007-го года было золото у Ольги Завьяловой. Вот, получается, 6, по-моему, я насчитал. За 10 лет, вы сами понимаете, событие случилось накануне довольно знаковое, потому что в среднем, получается, таким образом посчитать несложно, 0,6 победы на сезон приходится в сборной России, если брать еще и успех Ольги Завьяловой на чемпионате мира в 2007-м году. Ну вот сейчас видели смену, причем очень профессионально сработала Наташа Матвеева. Она бежала в районе 5-6 места, а передала эстафету чуть ли не первой. В отличие от соперниц, которые сбавляли темпы, подстраивались под своих подруг по команде, Наташа Матвеева буквально паровозом прошла через все это сито лидеров и первой отправила на дистанцию Белоруковой, а дальше увидели очень неприятный контакт Юли с Денис Херман. Ну, слава богу, все устояли на ногах, Юля пока на дистанции, и пока опять же держится в районе 5-7 места. Ну, контакты и, возможно, даже падение от Расси, конечно, неизбежно будут, потому что теперь в финалах в полтора раза больше команд. 15 вместо 10. Соответственно, в общей сложности 30 участниц и 15 на каждом отдельно взятом круге. Обращаем внимание, что сейчас в голове, в лидирующей голове сегодняшней гонки идут две шведские сборные. Немножечко потерялось, вернее так, немножко растерялось сборная Норвегии. Как раз при передаче эстафеты немножко Майкинфала долго искала свою подругу по команде. И вот сейчас Астрид Якобсен выбирается тоже из подвала гонки, выбирается в голову, пока идет в районе 4-го места. Ну, а впереди две шведские сборные, за ними гонятся как раз представительцы Германии. Далее Словенки, и вот только пятый идет норвежка Астрид Якобсен. Что касается Белоруковой, то она пока седьмая, но мы видим, что растягивается потихонечку группа, уже нет такой слаженной работы в 3-4 ряда. Все-таки уже выделяется лидер. Очень надеемся, что Юлия Белорукова не упустит этот момент и останется в группе, претендующей на медали. Пока работает очень даже неплохо. Примерно в серединке, в предыдущий подъем она заходила аккурат за Яковсен, следом за ней, соответственно, шла Марта Кристоферсон. Сейчас Кристоферсон и Белорукова по-прежнему соседствуют. Ну, а Астрид Якобсен находится чуть повыше. Конечно, очень существенная разница между личным спринтом и командным, хотя это родственные дисциплины, мы постоянно их сравниваем, постоянно пытаемся соотносить. Но в то же время самое важное отличие, которое мы должны учитывать, здесь, во-первых, за все соревнования, полуфинал плюс финал, нужно пробежать шесть кругов, а не четыре, как в личном спринте, и интервалы очень короткие. Порядка трех минут, в свою очередь, в личном спринте минут 20-30, да, у нас получается, в зависимости от стадии соревнований. И это, соответственно, совсем другое время на восстановление. Соответственно, в командном спринте мы очень часто видим, как прибегают к участию ботерых дистанционщиков. Здесь они появляются значительно чаще, и значительно чаще добиваются успехов, чем в спринте лично. Но что далеко ходить, это, правда, пример из области мужского командного спринта. У нас действующими олимпийскими чемпионами являются Ива Нисканин и сами Яуха Ярви. Мягко говоря, они сильнейшие, если брать их показатели в личном спринте. Но мы тоже, если вспомним нашу команду в Сочи, Валикжанина, да, вместе с Крюклом в этой дисциплине. Мы видели очередную передачу эстафеты, где Юля Белорукова довольно долго тоже искала Наташу Матвееву, а затем, после передачи эстафеты, Наташа Матвеева фактически въехала на один файнерик. Но, опять же, без падения, не без проблем, но без падения обошлось. Наташа на дистанции, опять потихонечку, по одному шашку продвигается к лидерам. Впереди уже сборная Германии, это Сандра Рингвальд, за ней Макенфала, Лаурен Вандерграф, здесь же для команды Швеции и команда Словении. Вот после этой группы движется Наташа Матвеева, потихонечку по одному человеку отодвигая от лидирующего звена. Наташа вообще, конечно, умница и молодец, выбирает всегда самый короткий радиус дистанции и, собственно, очень умело передвигается вот в этой группе, плотной, все ближе и ближе. Посмотрите, Наташа уже в районе четвертого-пятого места работает, впереди нее только команды, две команды на Риге, Германия и, собственно, сборная Швейцарии. Ну и чуть ранее стоило, наверное, обратить внимание на то, что представительницы сборных Швеции чуть-чуть не поделили трассу, это могло привести к падению, во всяком случае, контакт был, обеих пошатнуло, это в данном случае Иоанна Зюндлинг и Ханна Фальк, но обе, в конечном счете, сумели устоять на ногах. Пятый заходит в подъем прямо сейчас Матвеева и слева от нее работает Лаурен Бандерграфт из команды Швейцарии. И напоминаем, что по завершению этого этапа начнется последний этап первых номеров. Что это обозначает? Это обозначает, что девушкам уже экономиться некуда и по большому счету сейчас начнут развиваться наиболее высокие скорости. Именно здесь будут основные разрывы, именно здесь будут обеспечения, наверное, какого-то преимущества. И опять-таки огромная ответственность ложится на Юлию Белорукову. Смотрите, Наташа Матвеева опять выгребает на четвертое место. Опять вытаскивает нашу команду. Правда, далеко придется перестраиваться. Нужно переместиться буквально через все пространство старта и передать эстафету. Ну а теперь Юлии Белоруковой нужно держаться с лидерами во что бы то ни стало. Зона передачи эстафеты в командном спринте это всегда такой довольно изрядный кавардак. С учетом плотности результата, с учетом того, что здесь всегда много команд и здесь всегда нужно быть очень аккуратным. Сейчас спокойно передаем эстафету, как, в общем, и все остальные, по крайней мере, в лидирующей группе, на четвертой-пятой позиции вместе с Идой Инги Марсдоттер. Уходят у нас на этот круг. Астрид Яковсен пытается сразу же уйти в отрыв. Нам сообщают о том, что Анна Фалка вместе с ней и команда Швеции под цифрой 1 получает желтую карту. Это значит, что было нарушение. И, скорее всего, это как раз тот самый контакт двух шведских сборных. Но нас интересует несколько другой. Юлия Белорукова выйдет четвертая. В небольшом отрыве Астрид Яковсен. Также перед Юлией движется команда Германии под цифрой 1. И, по-моему, вторая сборная Норвегии, если я правильно увидел. Вторая сборная Норвегии. Это Марта Христоферсон. И у нас полтора круга до передачи эстафеты. Посмотрите, Денис Харман уже вышел на... Нет, по-прежнему вторая. Далее Марта Христоферсон. Ну и затем идет как раз Юлия Белорукова, очень умело справляясь с Идой Энгемарсдотом. Увидели с формулировкой абстракшн. Анна Фальк получила желтую карточку. То есть создание препятствия прохождению другой участницы на трассе. Как раз да, скорее всего, имелся в виду вот этот эпизод внутринациональной шведской борьбы. Посмотрите, насколько тяжело Денис Харман. Насколько Юлия Белорукова умница и молодец. Перемещается на третью позицию. Немок вроде бы как обошли. Впереди только сборная Норвегии под цифрой 1. И сборная Норвегии под цифрой 2. Пока российская команда в лице Юли идет третьим номером. Очень качественно отрабатывает. Вообще совершенно другой человек по сравнению со вчерашней гонкой. Если вы помните тогда. Правда, Юли досталась, наверное, самый быстрый четвертьфинал. Но буквально сразу же Юлия Белорукова отстала. А сейчас, посмотрите, выходит на вторую позицию. Уже Марта Кристоферсон осталась за бортом. Ида Мангерсдотер подтягивается к Юлии. Но россиянка пока вторая. И, кстати, не удается пока убежать Астрид Якобсен. Да, здесь можно сказать, что не то, что с задачей минимум, наверное, даже с задачей максимум справляется Белорукова на этом своем третьем круге. Потому что, во-первых, она находится в группе лидеров. И действительно не дает, в первую очередь, она за счет своих усилий далеко убежать Астрид Якобсен. А Астрид Якобсен очень явно обозначает попытку создать серьезный просвет для Майкин-Касперсен-Фаллы перед последним кругом этой командной эстафеты. В итоге же, за счет совместной работы Иды Ингемарсдотера и Юлии Белоруковой, где больше сутки тем задавала как раз россиянка, пересекающая линию финиша своего круга третий, Астрид Якобсен ушла не так далеко. Долго передавали эстафету нашей девушке. Дело в том, что Юля абсолютно обессилела. С первого раза не дотянулась до Наташи Матвеевы, которая уже бросилась вперед, но по правилам должно произойти касание. Наташе пришлось остановиться и еще раз рвануть с места в карьер. Но, тем не менее, опять же, пятый пока мы идем. И у Наташи Матвеевой все довольно близко. Все лидеры еще не сумели убежать. Хотя, посмотрите, есть просвет. Наташа пока третья. Рядом с ней Сандра Рингвальд. Дальше подъезжает под пятым номером команда Норвегии. Цифра 2. Это Тирил Венг, ну а впереди Майкин Фава и Анна Фальм. Да, тем не менее, конечно, потеря времени при передаче эстафеты определенная произошла. За счет того, что по существу на своем параде в карте стартовала дважды Наталья Матвеева. Ну, это все длилось буквально долей секунды. Жаль, это десятые доли секунды, которые в такой дисциплине, как спринт, свое значение, конечно, имеют. Ну, они как раз вот этот отрыв и обеспечили. Ну, Наташа уезжает от Тирил Венг. Приближается к двум лидерам. Рингвальд в данном случае непосредственно за Матвеевой, победительница индивидуального спринта накануне. И уже затем у нас как раз Тирил Венг. Ну и Мари Лауканин. Еще одна биатлонистка, которая, в отличие от Денис Херман, бежавший нечетные круги, в составе сборной Финляндии финиширует. Матвеева достает лидеров. Не только достает. И, по-моему, обходе Ханнуфальк. Впереди только Майкин Каспусен Фаала. Да, опять вчерашнее соперничество у нас начинает просвечиваться. Если вы помните, в финишном створе Майкин Фаала против Натальи Матвеевой. И этот финиш оказался для нас победным. Единственное, что предпосылки на старте этого этапа для Матвеевой были, конечно, не столь хорошими. Понятно, что в финале индивидуального спринта стартуют все вместе. А тут было небольшое отставание. Плюс завозились при передаче эстафеты. Дополнительные силы на то, чтобы достать лидирующую Норвежку. И, соответственно, идущую за ней Ханнуфальк, конечно, потратила. Будем надеяться, что все же сил хватит для того, чтобы отработать на финише. Выходит со спуска. Ускорение Матвеевой, сидя у нее за спиной, сумела более или менее поддержать Сандра Рингвальд. Которая, соответственно, будет участвовать в борьбе за медали. Итак, четыре команды у нас на три призовые позиции в этом спринте в Тоблоке. Ну и вот он, финиш. Четыре команды. Впереди Макенфала и сборная Швеции в лице Анны Фальк. Очень хорошо стартует Наташа Матвеева. Последние метры Сандра Рингвальд не уделает. Пошло, пошло, пошло. Пошло, пошло, пошло. Пошло, 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 пошло. Пошло, пошло, пошло. Неужели Наташа? Остальные три по фотофинишу. Наташа накануне выбрасывала точно так же руку, видя, что она первая. Но и здесь... И тогда был фотофиниш, да? Да. У нас есть то же самое. Здесь метров за пять, за десять. Мне казалось, что Наташа чуть впереди. Но вот в этой разножке неизвестно, чем дело закончилось. Давайте ждать фотофиниша. В любом случае, российская пара Белорукова и Матвеева сработали более чем замечательно, независимо от того, какое место они займут. Так, ну что, сборную России ставят на первое место у нас. Восемнадцать... Восемнадцать ноль ноль и девяносто шесть. Таким образом, у нас вторая победа за два дня. И абсолютный триумф сборной России на этом спринтерском этапе в Тоблахе. Кто бы мог подумать. Вот уж к этому мы, честно говоря, не готовились. Давайте скажем честно. Тем не менее, это произошло очень, очень-очень приятный сюрприз. Наталья Матвеева два дня подряд выигрывает с финишу Майкин Касперсен Фаллы. А сборную Норвегии, соответственно, Фаллу ставят после фотофиниша еще и на третью позицию. С абсолютно идентичным временем по онлайну, если брать десятые доли секунды, ноль-одна отставания у сборной Швеции и сборной Норвегии от России и, соответственно, Натальи Матвеевой. То есть там разница, опять же, какие-то сотые доли секунды составила. Очень высокая плотность результатов у нас здесь в Тоблахе. Как накануне, так и сегодня мы видим постоянные на всех стадиях разборки на основе фотофиниша. И только после этого фотофиниша мы можем сделать окончательные выводы по поводу того, как у нас, собственно, обстоят дела. Вот так вот! Ну и действительно, на загляденье девчонки отработали. Вспомним, как Юля Белорукова работала в свой третий этап. Это было действительно удивительно. Это, наверное, первое наше приятное впечатление за сегодняшний день, потому что Юля на протяжении первого и второго своего этапа выглядела немножечко послабее соперников, а в третьем, по-моему, ничем не уступала, а, может быть, даже и некоторых превосходило. Ну, а что касается Наташи Матвеевой, то, опять-таки, гроссмейстерский расчет. Посмотрите, какой финиш из-за спины. Мощные движения, смотрите, выходит очень правильно. Опять по внутренним радиусам практически прошла Наташа Матвеева, сократив свою дистанцию до минимума. И на финише прекрасный, расчетливый, умный финиш, который действительно такую штуку распланировала до последней доли, до последнего движения. И, судя по всему, это действительно победа. Ну, вот смотрим, если честно, даже фотофиниш ничего не разъясняет. Вообще ничего не... Да даже если нам дадут стоп-кадр, то мы толком ничего не поймем. Действительно понимаем, что разница в какие-то сантиметры. Чемпионки, последовательно, Белорукова и Матвеева, чемпионки этого дня, были сейчас на наших экранах. Если брать всю историю проведения командных спринтерских коньковых гонок на этапах Кубка мира, то для нас, для женской сборной, это третий успех. Слушаем интервью, чемпионок. Добро пожаловать, господи, Наталья, ваш вторая победа в двух дней. Добро пожаловать в себе, но добро пожаловать в командах. Спасибо большое. Я очень счастлив, что сегодня, два дня, чтобы победить. Для меня, это хороший результат. Я думаю, для Юлия, сегодня, первый подиум. Это было английский. Спасибо большое. Спасибо большое, команда, потому что вчера и сегодня, очень быстрые скицы. В общем, примерно под копирку то же самое, что накануне. Я очень счастлив, очень рад. Огромное спасибо сервис-бригаде. Лыжи, как и накануне, так и сегодня, были очень быстрыми. Разве что, ну, для того, чтобы окончательно общую конву-интервью дня вчерашнего повторить, забыла сказать спасибо Марку Сукрамуру. Но зато, в отличие от вчерашнего интервью, добавила, конечно, и эмоции Юлия Белорокова, для которой это не просто первый подиум, но и сразу же победа. Да, да, да. Вот так вот бывает в карьере. Это, конечно, очень приятно. Будем надеяться, что придут. И личные успехи в спринте классическом она уже близка к личным успехам. Два... Два... Продолжение следует...